Приветствую подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 7 рейтинг лучших планшетов с Алиэкспресс. Ссылки на лучшие планшеты с Алиэкспресс вы найдете в описании к данному видео. Ну а я скажу, что мы в нашем обзоре сделали акцент на недорогие планшеты, тем не менее, которые позволяют решать различные задачи от игр до работы. Но тем не менее, как бы очень дорогие модели мы в расчет не брали, просто потому что они наименее популярны, но и не всегда они лучше. Возглавляет наш рейтинг новитка 2023 года. Это планшет под i14 Pro. Ну понятно, подо что закос был сделан. Это неплохой планшет, собран очень хорошо. То есть некоторые думают, что это галимый подвал. Это не так собран он отлично. На андроиде 12, 16 гигов оперативной памяти, 512 встроенной памяти. По современным меркам, конечно, не максимум, но оперативки 16 он летает действительно. То есть как игровой планшет или как универсальный для игры, для работы, его можно использовать без проблем. 10,1 дюйма экран, 10 тысяч миллиампер час идет. Вот батарея ее хватает прямо надолго. То есть можно за это не переживать. В общем-то и встроенной памяти хватает по большому-то счету. Некоторые говорят, вот там терабайт, 2 терабайта. Да зачем оно в принципе? То есть те игры и приложения, которыми вы будете пользоваться, даже если вы одновременно играете в 5-10 игр, вам все равно внутренней памяти будет хватать. Только лишь на оперативную память, конечно, обращать внимание не стоит. Здесь и шустрый процессор. Очень удачная сборка в плане того, что планшет не перегревается, даже если тянет очень серьезные игры. При этом еще неплохая камера идет на 16 мегапикселей. Очень достойная панорамная съемка. Как бы портреты неплохо получаются. 5G поддерживает, 2 сим-карты. В общем, планшет хорош со всех сторон. При этом цена у него сейчас, я бы сказал, смехотворная для такой сборки. 14 999 рублей 46 копеек с учетом 30% скидки. Поэтому рекомендую однозначно. Тем более, что качество модели очень неплохое. Не знаю, может быть пройдет время, она себя как-то с плохой стороны покажет. Но пока минусов у нее замечено не было. На втором месте у нас расположилась машинка Xiaomi 5 Pro. Почти полная копия предыдущей. Но у этой попроще камера. В остальном примерно все то же самое. Тоже 2 сим-карты, тоже Wi-Fi. Тоже поддерживает 5G. И обладает теми же, будем говорить, характеристиками. В данном случае тоже у него достойный экран. Хорошо работает как с играми, так и с приложением. Подходит как для работы, так и для игр. Причем игры самые топовые на нем идут на максималках безо всяких проблем. Ну и в общем-то те, кто гонятся за флагманскими моделями, оценят данную машинку. Да, она может быть по каким-то параметрам уступает Apple'овскому iPad'у. Но если вы, как говорится, не избалованы данным брендом, то подойдет однозначно. Поэтому берем, не задумываемся. На третьем месте у нас расположился планшет Tec Last T50 Pro. 11-дюймовый, но характеристики у него куда более скромные. Тоже идет 16 гигов оперативки, но попроще. Процессор и встроенной памяти поменьше 256 гигабайт. Поддерживает 4G. Как бы уже вроде как прошлый век, но тем не менее данный планшет себя зарекомендовал. Тут правда есть версия на 8 гигабайт. Слот microSD для карт объемом до 1 терабайта. Процессор, как я уже сказал, попроще. Подсоединяемая клавиатура. Про камеры вообще говорить ничего не буду, потому что они банально посредственные. Ну и стоимость 20 015 рублей. Если бы он не удостоился большого количества положительных отзывов, возможно занял бы место гораздо более низкое в нашем рейтинге. Что является плюсом у данного планшета, так это его устойчивость к перегревам. Плюс еще есть защита от перегрева, что тоже неплохо. Приложение топовое. Он тоже в принципе тянет, пусть и не на максималках. Максимально энергоэффективный. Так что в принципе обратить на него внимание стоит. На четвертом месте у нас расположился чисто рабочий планшет под Windows 10. Да, у него 4 гига оперативки всего-то навсего. И 64 гигабайта встроенной памяти. Он стоит недорого. То есть как рабочая лошадка вполне подойдет. Поэтому если вам нужен именно планшет для работы, подчеркиваю. Ну там в какие-то легкие игры иногда поиграть. То данный вариант вполне может занять достойное место в вашей коллекции гаджетов. 11 250 рублей 70 копеек он стоит. Что для планшета под Windows очень немного. Если вы сравнивали, смотрели. То есть искали себе уже планшет на различных агрегаторах. Либо в обычных магазинах. То вы поймете, что это действительно недорого. Разрешение идет 1280 на 800. Немного. Есть необходимые выходы для подключения различных устройств. Поддерживает различные аудио и видео форматы. Ну и естественно подключаемая клавиатура. Удобство работы. Ну и стандартный Windows 10. Ничего особенного конечно у него нет. Кроме пожалуй батареи на 6000 мАч. Поэтому сильно-то его рекламировать нет смысла. Но если вы, я еще раз говорю, ищите себе удобную машинку для работы. Это будет хороший вариант. Она не греется. Работает долго. И собрана отлично. На пятом месте у нас расположился планшет Tech Last T40 Pro. В общем-то тоже достаточно такой обычный посредственный планшет. Разрешение 2000 на 1200. IPS 8 гигабайт. Оперативной памяти 128 встроенная. Быстрая зарядка. Ну и в принципе из достоинств пожалуй все. Батарея на 7000 мАч. Две сим-карты поддерживает. Формат 4G. Камера посредственная у него. Обычная. Ничего особенного. Достаточно шустрый Wi-Fi. Ну и посредственный процессор. Как бы для игр таких средних подойдет. Ну и для работы в основном его берут. Поэтому такие вот видосики посмотреть в интернете, в соцсетях полазить с комфортом. Да. Это можно. Ну вот если брать там сверх тяжелый Y. Конечно он тянет с большим трудом на минималках. 17 434 рубля 96 копеек он стоит. Есть купоны от продавца. Ну и соответственно скидка будет в ближайшее время еще дополнительно хорошая для него. Поэтому обратите внимание. На шестом месте у нас расположился номинально дешевый игровой планшет на андроиде 8.1 10 дюймовый. Это уже бюджетная версия игрового планшета. Поэтому присмотритесь если бюджет у вас ограничен. 7 506 рублей 3 копейки он стоит. Хорош тем что у него достаточно неплохо оптимизирована система. Даже не скажешь что у него всего 4 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Ну кстати по встроенной памяти можете не переживать. Продавец обещает подарок. Да то есть дополнительно карту памяти на 128 гигабайт. Поэтому в совокупности неплохо. У него есть клавиатура. Чехол отдельно приобретается. Неплохо он в принципе тянет средние игры. Поэтому как бы присмотреться однозначно стоит к этой модели. Да немножечко у нее дизайн уже устаревший. Но в целом работает неплохо. На удивление неплохая HD камера. Так что если я еще раз повторяю бюджет у вас очень ограничен. Данный планшет это будет неплохое решение проблемы. Ну и наконец на седьмом месте у нас расположился планшет Tech Last P80T. Самый бюджетный вариант из тех на которые стоило бы обратить внимание. Тоже оптимизированная система. 12 Android неплохо шустро работает. Хотя оперативки всего 4 и встроенные 64 гигабайта. 6 дюймовый дисплей у него идет. Ну и обратите внимание на довольно таки шустрый процессор. 5551 рубль 13 копеек. Так что опять же если бюджет очень ограничен. Хорошее решение. Он подходит как для не тяжелых игр. Так и для различных приложений. Мультимедиа. То есть видосики можно на нем посмотреть. Аккумулятор правда всего лишь 4000 мАч. Поэтому ожидать что он будет долго держать не стоит. В целом машинка достойная за свои деньги. Да и как бы если нужен планшет без излишеств. Это безусловно ваш вариант. Тем более что память встроенную можно расширить за счет microSD. Ссылки на лучшие планшеты с Алиэкспресс. Вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен. Ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.